приветствую всех на канале разносторонние интересы наконец-то мне сегодня получилось начать плавить воск на воскотопке своей сделаю я буквально если вложиться время то за пару часов основное это тумба было потом со стиральной машины эту штуку подогнать сюда вверх выровнять и внутрь сетку эту вырезать ну еще припаял сегодня вот трубку на выход с парогенератора сюда и соединим все это дело вот такой вот пластиковой трубой запах конечно тут пара стоит восковый так и сильный приятный это я снимаюсь со вторым заходом ролик что я снимаю перед этим я вытапливать пытался так дровы были такие сыроватые то недостаточно было пара а сейчас у меня тут видите о в воскотопке огнище таки приличный то пара предостаточно получается перед этим он еле еле шипел ну был пар ну не так а сейчас вот если слышно на фото по на камеру давление такое приличное хотела на эту трубку на выхода 10 кусочек чтобы вниз ведро смотрел да так не нашел думаю пойдет поставил ведро да еще думаю здесь немного вот повыше сделать надо выразить такой в этой планке вот чтобы ведро становилось плотно так тогда не будет искать воск а то видного то немного я упустил сильно нагрелось а я отъехал на 20 минут то не углезли вот видно воск немного по паразита по раздувало в воздухе его по земле то особо не видно но немного воск по вылетал ну не так сильно ерунда с этой стороны он видно воск там налипший на на палке ну ведро я приподнял немного вот подложим сюда а то она разогрелась канистра до вес немного прибавить что ужала вниз получилась и мы сюда наклоном так вот и мимо вылетала а сейчас я приподнялся приподниму все будем ведро улетать хороший воскотопка наша работая довольно так неплохо как видите напор пары большие так что войска сырья здесь получаться так с пользу его давление где прогонять воски не гонять хорошо также я уже открывал крышку добавить туда еще сушнины троху там строк рамок и добавил мне было слитки воска очищался дна я то добавил тую очистки эти снизу там они с воском но добавить тоже наверх пускай еще чистого таплица за один раз уже в ведре так вот набежала литров пять и думаю прилично будя воска таким давлением будя выгонять неплохо его если перед этим текло струйкой то сейчас воск вылетает со свистом открою сейчас вот кран на подачу влажная пара сейчас мы топим это сухим паром ну покуда он два метра шланг проходит этот трубу в трубопровод то немного охлаждается все равно а здесь вот у нас пар непосредственно с бака отсюда сейчас открываем смотрим вот это давление на два разделили сейчас у нас здесь давление уменьшилось вот кстати когда приехал сильно сильно чудо пырскала не додумал сразу открыть этот вот кран чтоб строить давление и сюда не вылетал воск так сейчас вот я открыл можно уже спокойно рукой все это дело подправить и чтоб ровненько воск вылетал я короче сейчас чуть под парня стал сейчас я там поправлю ведро и здесь обратно прикрою все это дело него и сейчас можно прикрыть немного пускай пускай туда идет немного сюда немного туда разделим кстати удобная вещь вот когда ты есть еще один кран и там то если там избыток давление идет то вот этим можно немного его например вот я сейчас закрыл все туда пошло слышно шипение тут сильная штат а когда тут приоткрываешь сюда давление меньше идет это приоткрыли что там сильно давление вылетая вот такая вот работа парогенератора моего делал я изначально чтоб дровесину выгинать распаривать ну так видите для воска тоже годный вот сейчас сколько туда идет давление и сюда видно капает воск не знаю вот кто или уже вода довольно таки хорошо вот пассатижи подставил то слышно давление сюда тоже сильная уже больше вода выходит уже наверно воск вытопила весь посмотрим сколько будет результате я напишу под низом в описании сколько результат вышел воска потом по обдираешь разден по на это по нагоняло вот одного воск потом я у вас катопос куда работаю сделаю крышку что больше мобильный было без всяких восков этих без всяких свинцовых пластин этих без груза сделаю скорее всего что на болтах чтобы закручивалась на барашках по кругу и все даже не ожидал что так получится но довольно неплохо вот пау даже наверху вот это расплавился это еще она не утепленная думаю если так будет таким утеплять ничего нормально будет плавиться воск без утепления ой таки паришься вот такая у нас воскотопкой парогенератор сейчас уже вечер на улице около 6 на улице 0 градусов хотя и конец января работая наш парогенератор на пару с воскотопкой хлоп перекрыли здесь и все давление пошу хотела сюда заливала сюда сегодня 20 литров потом когда добавлял сюда это обрезки все из сушнины и очистки с воска снизу то еще добавил 5 литров закинул таких дров хорош поехал в магаз а тут такое у нас дело вот нагорела жара снизу много жара штат там температура приличная так что пар хороший идет короче пускай работая после модернизации думаешь что лучше будет сейчас где этот котел стоит у меня парогенератор я здесь хочу навесить все сделать мне стал бы тут сделал навесить и туда к дому так навесом получится мне здесь такая как бы сказать не не воскотоп не буду тут рамки перетапливать буду сделаю шкаф для дровесины чтобы гнуть что покрупнее сделаю шкафа что помельче где пластины деревянные такие так трубе буду думаю сделать в трубе этот шкафчик с трубы вот такая работа парогенераторы и воскотопки парогенератор то я так немного его постарался чтобы сделать раме отнял там трубы попаять все подогнать чтобы нигде ничего не пропускала ну а саму воскотопку это можно сказать и дитё сделаю деревянная основа бачок стиралки с холодильника задний радиатор охлаждение жести там такие есть у них трубка идет трубку вытираешь остается жесть просечками с мелкими неплохо так пошла и крышку спаять еще если нет у кого сварки можно просто сделать и деревянную с выходом с трубой на разбух и все это проблем нет особых так не займы думаю ну вот слышно я к работе неплохо подожду уже чтобы выкипела вода сегодня дробь потом добавлю то что зимой как вы знаете в закрытом этом оставлять воду нельзя то что из-за мерзней разорве а так она выкипеть на сухо еще где нормально потом еще немного время будем мне когда-то попробуем и древесину согнуть сделаю я пластину мне надо где-то ширины 13 толстыми 1 5 1 7 сделать обещайку так у круглый диаметре сантиметров 6 но это уже потом потом делать сейчас покуда с воском разберусь рамки все наложить надо чтобы готовы лежали и здесь на чердаку там пол я вселю хороший работы хватает вот его стравливаем давление чуть не вступил ли у мелкую яму немного давление спустил до поровняю ведро на этом будем заканчивать уже темнее то качество съемки не что кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал всем удачи до свидания